ПРОМО РОЛИК Дело в том, что у нас есть сегодня в гостях такие люди, которым лучше в лицо улыбаться, с которыми лучше всегда здороваться и с ними лучше не шутить. Кто у нас в гостях? Да, у нас в гостях спортсмены, руководитель и продюсер проекта «Сто пудов. Боец» Виталий Тарадин и Артем Мищенко. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Ну, рассказывайте, что такое «Сто пудов» вообще как проект? Ну, как проект у нас есть «Сто пудов». И суть и посыл основной этого проекта – это мы проводим совместные тренировки с нашими известными спортсменами в нашей республике. Стараемся показать всю тяжесть видов спорта, которых они практикуют, свои навыки изнутри. То есть, чтобы зритель мог оценить и понять, насколько наши спортсмены подготовлены и так далее. Ну, а «Сто пудов» боец, который уже совсем скоро вы сможете, все зрители, лицезреть на телеканале «Пирамида», он будет заключаться в том, что мы будем проводить совместные тренировки с нашими известными бойцами. Мы официально его запускаем под эгидой Федерации WF в Кыргызской Республике в нашей стране. И, соответственно, будем с ними тренироваться, показывать все, на что они способны. Много ли у нас вообще сейчас бойцов? Да, по нашей республике очень много. И, к сожалению, о них не так много информации сейчас можно найти в интернете. А на самом деле, столкнувшись с этим, мы узнали, насколько много талантов у нас в стране, уже которые есть знаменитые, представляющие такие клубы, как «Джаш Куч», «Федерация GFC». Там очень много людей, которые уже заключают контракты с какими-то российскими организациями и так далее. Но у нас еще и очень много, что не может не радовать перспективных бойцов, которых еще пока никто не слышал, но надеемся, что в скором времени на международных... Да, а какой у нас самый популярный вид спорта в плане боевых единоборств? Это ММА, смешанный стиль. Сейчас во всем мире он преобладает, потому что набирает серьезные обороты в такие мировые федерации, как UFC, Pride. И в нашей стране сейчас федерация WF развивается семимильными шагами, что тоже не может не радовать. И мы попытаемся все это рассказать, показать поподробнее. А с чего родилась идея вообще запустить этот проект? То есть вы сидели, да давай будем драться с другими бойцами или как? Ну, нет, мы когда работали под 100 пудов, мы разные виды спорта практиковали. И сделали такой вывод, что самое популярное это у нас бои без правил. Так ММА это получается и есть бои без правил. Просто я как девушка не совсем понимаю. Ты можешь пока посидеть. На самом деле-то правила есть, в любом виде спорта есть правила. Естественно, когда уже противник падает в нокаут, либо сдается от технического нокаута, уже бой останавливается. А до этого делай, что хочешь. Нет, есть, конечно, правила, где нельзя в глаза бить или тыкать пальцами. Плюс за волосы хватать нельзя, Чёпа, поэтому тебе точно не пойдет. Я не буду делать это. Ну, а вообще, ты можешь пока посидеть, кофе попить, мы тут поговорим сами между собой. У нас очень много и телезрительниц, тоже, я думаю, для них интересующие вопросы я тоже буду задавать. Давай. А вы свободны, да, сейчас такой вопрос будет? Нет, у нас в Кыргызстане есть самая популярная представительница смешанных единоборств, это Валентина Шевченко, так что вы зря. Девушки тоже, да, получается? Конечно, она выступает в UFC, в главном промоушене. Причем, насколько я знаю, она недавно ездила за рубеж, куда точно нас просветите, и где-то там завоевала что-то. Где-то там завоевала что-то, я точно знаю. Но она живет и представляет вообще Перу. Но просто она уроженка Кыргызстана. Да, да. Ну, я думаю, это тоже позволяет нам гордиться нашими спортсменками. А с чего начинался проект 100 пудов? То есть сразу вас взяли на телевидение, вы начали снимать, или все-таки откуда-то там, из низов интернета, или откуда? Да, вообще мы позиционируем себя как интернет-проект. Изначально и с этого и началось. Артем, вот у нас был автор идеи, и он придумал, что можно проводить тренировки и показывать это людям, так как действительно в нашей стране много есть хороших, талантливых спортсменов. Ну, и так и пошло, что Артем взял камеру, снял сначала свою тренировку, покачался. Ну, люди посмотрели, там, небольшое количество народу вначале, оценили. Потом мы вместе познакомились, сняли совместную тренировку. И потом нам уже пришла идея в голову, то, что мы должны тренироваться с многими людьми. А, смотря Ваш проект «Сто пудов боец», я, насколько понимаю, Вы на камеру тренируетесь. Если я захочу перед летом потренироваться, и могу ли я вместе с Вашим проектом, вместе с Вами тренироваться, так сказать? Мейте в виду перед экраном телефона или же компьютера? Ну, в основном мы проводим тренировки с известными, титулованными бойцами. То есть стараемся подбирать тех людей, которые чего-то уже добились в спорте, чтобы они могли передать опыт и знания новому подрастающему поколению. Ну, может быть, у них есть свои кумиры, которые бы хотели увидеть изнутри. Ну, мы планируем, что сейчас лето, на улице проводить открытые какие-то тренировки для всех желающих, устраивать какие-то соревнования любительские. То есть в планах это есть, так что будем рады вас видеть. Сложно ли раскачивать интернет-канал? Потому что, ну, когда приходишь к телевидению, к звезде, да, к примеру, говоришь, давайте снимем. Они говорят, ну да, конечно. А когда вот приходит человек с камерой, говорит, мы интернет-канал, как они на это реагируют? Ну, в принципе, никаких таких серьезных отказов мы не получали. Ты сам эфир начал с того, что таким людям нужно только улыбаться. Я думаю, что это так быть не может. Не, ну они же подходят тоже к спортсменам, то есть не просто так. Нет, просто мы легко сюда зашли, можно так сказать, потому что это пустая ниша, никто этим не занимается. Все ходят на какие-то соревнования, но посмотреть их по телевизору, либо же на том же Ютубе, просто невозможно. Мне кажется, люди даже ждали такого проекта и, наконец, вы... Это неизбежно было. Да, мне кажется, это некое закулисе. То есть интересно, что происходит за кулисами, так же интересно, что проходит в залах, соответственно. А из ваших личных побуждений, кто самый хороший на спортсмену, у которого потенциал именно в боях бесправил? Ну, наверное, такие это сейчас уже, которые действующие наши чемпионы. Это Данияр Бабакулов, Телег Батыров. Они сейчас пытаются заключать контракты с международными организациями, их приглашают. Ну и последний чемпионат, который вот недавно прошел, W и F5, там открылись несколько личностей, которых раньше мало кто о них слышал. Молодые совсем ребята. Ну, то есть у нас очень большой потенциал именно в этом виде спорта. Потому что у нас это любят, у нас это делают с душой, со всей самоотдачей. И у нас есть квалифицированные тренера, которые готовы делиться своим опытом. У нас есть сейчас серьезные организации, которые готовы вкладывать деньги в развитие, как инфраструктуры. То есть в планах есть строить залы смешанных стилей и так далее. У нас отличная сборная и думаю, что в ближайшие годы мы на международной арене должны себя очень сильно проявить. А вот смешанные стили, какие именно туда входят? Мне просто как демокрик непонятно. У нас очень много телезрительниц, мне кажется, им тоже непонятно. Туда входит все, что угодно, все, что вы можете сделать с соперником. То есть борьба. Ну, кто-то приходит чаще всего, конечно, из бокса, из кикбоксинга. Но также делать там нечего, если у тебя есть слабые места в партере. Ну, то есть это в борьбе. То есть нужно подтягивать все полностью. А вы сами занимаетесь этим видом спорта? Да. Мы стараемся практиковать и развиваться именно разносторонне, чтобы не просто выбрать один вид спорта. Мы в нашей передаче всегда доносим мысль о том, что человек должен развиваться целиком. Как морально, так и физически. Если физически, то в разных направлениях. И поэтому мы стараемся быть универсальными. Ну, это замечательно. А девушки, к примеру, помимо того, что он есть из Перу, у нас есть вообще девушки, которые занимаются смешанными единоборствами. И у них есть большой потенциал. Есть, да. Но их, к сожалению, не так много по камесь еще. Потому что все-таки считается, что это больше мужской вид спорта. Но есть из разных видов спорта. У нас в кикбоксинге клуб Гермес Профи представляет. Очень девушка такая потенциально сильная, которая может поехать на Олимпиаду. И завоевать, мы надеемся, первую медаль золотую для нашей республики. Ну, есть. Я думаю, что это еще не так развито среди девушек, как среди мужчин. Но в ближайшем будущем... Ну, перспективы имеются. Если что, челпан запишется, у нас тоже будет ходить потом гонять меня. Да, и потом буду говорить, Антон, сегодня говорить буду я. Да. А я там за пуфиком. Ну, только чуть ниже ему стул тогда надо будет сделать. Хорошо. Чтоб меня вообще не видно было в кадре, что ли. Может, я пойду тогда уже в конце концов. А вот сколько раз вообще в неделю вы тренируетесь вообще, если не по проекту, а вообще как спортсменов спрашиваете? Да, сами. В среднем 4, наверное. 3-4 раза в неделю. Это минимум. Ну, поскольку у нас сегодня утренняя передача, как начинается ваше утро? То есть вы просыпаетесь, зарядка, отжимания или там покушать как-то здоровый образ жизни? Как он вообще ведется? Ну, естественно, что без завтрака любому человеку будет очень сложно провести полноценный день. Поэтому, ну, и лично я, да, и Артем, надеюсь, мы начинаем свое утро с плотного завтрака. А из чего он состоит? В основном на завтрак мы применяем комбинированную пищу. Это как белки, так и углеводы, да. Ну, побольше углеводов это даст побольше энергии, чтобы реализовать весь тот дневной потенциал. Потому что сейчас, когда 100 пудов начинает, мы очень рады, что он начинает набирать серьезные обороты. У нас уже, к сожалению, меньше времени остается на тренировке. Больше занимаемся делами, съемками, подготовкой. Потому что наши спортсмены, они очень часто находятся то на сборах, то на выезде. И сорганизовать это тоже бывает не так легко. Но мы стараемся, мы рады тому, что жизнь бьет ключом, то, что идет развитие. Мы прикладываем для этого очень много сил ежедневно. Ну, и радуемся. Да, хорошо, позавтракали. Что дальше? Ну, если это рабочий день, то идем на работу. А если не рабочий, то с ним дальше, да? Нет, если не рабочий день, идем в зал. То есть, бывает, мы сейчас уже пришли к тому, что мы тренируемся в свое удовольствие. И если нам хочется позаниматься утром, мы себе не откажем. А работаете вы не в этой сфере? Работаем мы в спорте. У Артема есть свой спортивный магазин. Я также персонально тренирую людей в тренажерном зале. И, естественно, проект. А вот персонально люди, когда тренируются, это просто какие-то выскочки, которые говорят, я хочу отдельно, или все-таки есть на это какие-то определенные причины? Нет, есть причины. И причины это чаще всего идут такие, что есть у человека индивидуальная цель. Чего-то добиться, но человек не знает, какой правильный путь избрать. И чтобы не терять времени и лишние деньги, он предпочитает заниматься с тренером, который на изначальном этапе может уже правильно подсказать о рационе питания, о планах восстановления, о методиках тренировок и так далее. Ну и вопрос, который наверняка волнует сейчас многих девушек. Вот сейчас лето наступило. За какой период времени можно как-то немножко подкачаться, подтянуться? Поскольку, как-никак, все равно пляжный сезон. Чтобы подкачаться, нужно похудеть, в первую очередь. Спасибо вам, я очень внимательна. Если наступило лето, то уже точно поздно качаться к лету. То надевайте кофту, надевайте шубу, чтобы не видно было. И дома, дома. Обычно готовятся к лету с предыдущего лета. Это как минимум. Ну, а хорошо, не будем расстраивать наших телезрительниц. Если они сейчас начнут, то хоть какие-то результаты возможны? К следующему лету, да. Все-таки по-любому, как ни крути. Ну, а для мужчин, в первую очередь, это нужно что? Подкачать, что самое считается культовым, наверное. На что обращают внимание, в первую очередь? Тебе как раз-таки надо, наверное, поправить. То есть, на какую мышцу лучше всего там... Культ у нас лично, в Кыргызстане, наверное, культ бицепса у всех. Да, то есть, можно быть худеньким, самое главное, чтобы руки были широко. Ну, это тоже неправда. Далеко не факт, что если вы будете качать только бицепс, вырастет бицепс. А вот у нас есть многие сторонники протеина, креатина и подобных вещей. Это вообще правильно то, что люди, некоторые говорят, что это плохо? Или это, наоборот, хорошо? Нет. Можно это пить? Можно это употреблять? Да, вообще 100% гарантия того, что это не несет вреда никакому здоровью, если вы изначально, у вас нету каких-то проблем медицинских, да. То есть, спортивное питание, те люди, которые говорят, что это вредно, они, к сожалению, очень мало разбираются в этом вопросе. Потому что любой знающий человек, знающий производство и так далее, он может сказать, что это дополнение к пище. И спортсмен очень тратит много энергии, больше, чем обычный человек. И чтобы полностью компенсировать все затраты, ему необходимо просто применять спортивное питание. А от какого нужно отказаться? Может, все-таки есть там азот? Их же там огромное количество. Что вы не рекомендуете употреблять? Или все можно? Ну, в спортивном питании употреблять не можно, даже нужно все стараться. Конечно, не рекомендуется превышать дозировки. Не рекомендуется употреблять спортивное питание с истекшим сроком годности. То есть, а все остальное, все, что написано, есть официальная аннотация, это можно найти в интернете без проблем. Но если изначально у вас нету никаких медицинских ограничений. А мне вот еще интересно в плане этом, вот, допустим, одна банка креатина стоит, ну, к примеру, 800 сомов, а точно такая же стоит 3000. То есть, как можно отличить качество протеина, к примеру, одно и то же? Да. Ну, есть определенные способы, как можно понять, хороший ли протенбелок имеет свойство сворачиваться. То есть, если вы его опустите в кипяток, он должен свернуться. По качеству вы можете сразу проверить. То есть, сразу идешь с нагревателем, сразу с банкой, а можно немного в нее клеить? Поэтому мы рекомендуем обращаться только в магазины, которые имеют свое имя и свой бренд раскрученный, чтобы вас просто не нарваться на подделку. Ну, и возвращаясь к проекту «Стопудов боец», когда мы сможем его увидеть, на каких телеканалах, где можно вас на Ютубе найти? Потому что, мне кажется, наши телезрители заинтересовались, по крайней мере, я уж точно заинтересовалась. Мы в Ютубе есть «Стопудов в поиске» или «Стопудов ТВ» можно найти. Ну, и также уже совсем скоро ближайший первый выпуск «Стопудов бойца» на телеканале «Пирамида». Вместе с нашими телезрителями будем ждать первого выпуска этого проекта. Замечательного проекта, да. Хотим вам сказать спасибо за то, что встретили вместе с нами это утро, сделали его немножко добрее, спортивнее. Желаем вам успехов творческих, дай Бог, чтобы все ваши планы сбылись. Да, и чтобы у нас как можно больше людей поддерживали здоровый образ жизни. Спасибо, что уделили нам время. Ну, а у нас, дорогие друзья, утро на «Пирамиде» продолжается. Мы прямо сейчас немножечко позарядимся, потанцуем, потому что я знаю сейчас многие девушки перед экранами. «Вот это бессмысленно!» Если бы немножко прийти в себя, мы сейчас вместе с вами послушаем музыку. Просто нужно плавно перейти от накачанных людей к ненакачанным людям. Поэтому музыкой продолжаем дальше. «Музыка» 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 «Музыка»